Вот приехал видать Игорь. Что-то там перебирают. Так, справа дверку открывает. Ну да, барабаш Игорь, он самый. Он должен Роману чемодан привезти, потом туда передать дальше. Сейчас все расспросим. Вот события дня потеряевские. Сегодня у нас третье число апреля. Третье. 2018 года. Вторник. Не видно с кем он приехал. Может никого и нету один. Ну, это не так и много. Смотрит. Хороший человек. Со всеми его друзья. Вот он. Ну, посмотрим теперь, как он будет. Вот он. Ребят. Играет музыка Мир дома всему С миром Я сумку привез Надежде Васильевна Это вам Теплые носки после зимы А баба Серафима Да мне некуда одевать носков сколько Ну отдадите кому-нибудь Батюшка говорит, что ты для Романа какой-то чемодан должен привезти Все я уже отдал Николаю Кручине отдал Николаю Кручине? Да, он меня уже перевстретил Об этом разговора не было Он там никогда не был Он был Дело в том, что завтра приемный день Ну он знает Ну тогда все с меня снимается Надежды Васильевны нету, пообедаешь? Нет, не хочу А почему? Ну неохота, мне бежать надо Я еще не все сделал Нет Меня ждут Ну вот батюшка дал тебе вот эти две посылки А где ты Николая встретил-то? У Капустины С утра В 8 часов А он там что делал? Ну мы созвонились Ты созвонился? Он мне позвонил А он как узнал? Ему Женя позвонил Женя? Да Понимаешь, вот как все это А я тут сейчас разговариваю Сережу нанимать Поехать То другое И все как-то параллельно Делается не с той стороны Я ни при чем Тут я Сказание отдать Мне это лучше, что я не иду туда Нужно нету Но дело в том, что батюшка даже не знает Что там переговоры идут Отдельно вон Ну все, я забираю тогда Так, ничего больше нету? Сумка здесь около холодильника А? Сумка возле холодильника Какая сумка? Надежда Васильевна Так ты что здесь был что ли? Да зачем? Я сейчас только принес А, только сейчас принес Так, подожди Новости какие потерявки-то? Расскажи Да новости никаких Там вы с прудами Это меня интересует Поправитесь Вода пошла Говорят, я там не был Но сказали Все нормально Нормально Теперь Второй мостик с первым Соединяет Прошла вода? Вот я про нее и говорю Вот если она пошла То ты где? Под низом вода А? Под низом вода пошла Как под низом? А вот сверху корка ледяная Можно пройти А под низом вода прошла Снег стал рыхлый Ну а там где у нас Шлюз состоит Ну говорят там Через нее идет Все нормально Идет Выбрали камни Оттуда же в осени Выбирали Надо камни скорее положить Чтобы не размыло Дальше то Ну попробуйте положить Это потом будет Там было Бутовым камнем Выслано Они ее подняли Ваши там Прокопали Теперь Раз она пошла Теперь уложить на место Все Иначе она размоет До конца Вся уйдет Вся наша городушка Ни к чему Ты понял Что нужно сделать? Да понял 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 так Теперь с Рыжковским Проверили как? Не знаю Я не ходил Володя вчера Володя плотненько ходил Надо чтобы прошла она здесь И посмотреть там На южном Который там дальше Где покосы На южном посмотреть Там все подготовлено Доски где лежат Это Исааки я показал Поднимать уровень Иначе там Не хватит Потому что будут люди Летом-то мы Наверное будем продолжать Так Здесь где Костровый называем Пошла? Нет? Нет Нет А Лагерный? Нет еще Нет еще Лед Нету там воды Если она пойдет Храмовая еще вода не пошла Не наполнился Не наполнился еще Ну как поднимется Надо досками Потом вы перегородите Поднимите Как можно выше Ну тогда Досками Они так Закончили А воды нету Так а что вы смотрели Дежурить надо Главное Напор что сошел А дальше надо закрепить Ну доски 3 положить Минимум надо Поднять Иначе она Летом-то высыхает Ну так как обычно Ну да Когда вода пойдет Лагерный этот Надо посмотреть Так рыбу будете покупать Когда Запустите на Рыжковске На 2-й мосте Хоть понемножку Там самая глубина Поэтому Он там найдет место И он никуда не уйдет А где там Ханон не погибнет Да? Как здесь Ну она Двадцать с лишним метра Это 3 метра глубина Она Ну нормально Одну-другую Там лунку Сделать и достаточно А где мелкая Меньше 2 метров Какое там Она промерзает Во-первых Метр почти больше Ну я не знаю Сколько есть Так Вот этот вопрос Надо решить Меня это сильно Интересует Главное Это я там Толокся Так Кто позвонил Одежду С кем он разговаривал Роман? С Женей С Женей? Да Значит у него Телефон есть? Да Так И кто выбирал Мне он позвонил Позвонил Сказал возьмешь Я говорю Ну да возьму Хорошо Это большой чемодан-то? Большой Большой Пропустить нет А я Авиа такой Ну Я при С ручками Я приготовил документы У меня значит с начальником Такое хорошее отношение Установились Я показал что письма там И прочее Где-то Ну вот видишь как Ну значит не нужны А я до самого Последнего момента Только что батюшка звонил Говорит Он завезет Семодан к тебе Ну изначально Думали так Ну так а думали А ты там И тебе батюшка сказал Куда завозить? Батюшка мне Ничего не говорил Я ему сказал Что я поеду Наверное На Ползунова Больше не знаю Не знаешь А ты мог После этого Как-то узнать Что после не раскаивается Как так? Я откуда знал Что вы тут готовитесь К приему Так трудно позвонить А ты узнал бы Как ты будешь знать Если ты не звонил Ты не знаешь Меня предупредил батюшка Благословил А это впереди Это уже Куролесить начинают Из-за этого Ничего напутного не будет Что батюшка сказал Позвонил Благословил Все назад Вывернули Потому что Люди Которые ничего этого не знают Ну тут то лучший вариант Вы сделали как нужно Потом только не отнекивайте Что я не знал Я не знал Но что-то за этим есть Если батюшка просил Я приготовлюсь Договариваюсь машину Везти И вдруг ничего Оказываться не надо То что-то за этим стоит Это не так просто Потому что с той стороны Расположены люди Другого мнения Совсем Они это не понимают Это как худую бабу Говорит Бей Говорит молотом Будет золотом Так их бог бьет Переворачивает Они ничего понять не могут А ты бы раз брякнул Сказал батюшка А вот такой тут вариант Позвонил Такой-то Такой-то Что бы он тебе ответил Он не знает Тебе опять же В тупик становитесь Вы как-то интересно делаете Ну ты знаешь Вот в армиях Если послали тебя туда Ты должен идти А встретился начальник Ты обязан ему доложить Меня послали туда тот-то Но если послал майор А это полковник Ты должен полковнику подчиниться Но его уведомить А тому позвонить Сказать Мой маршрут изменили А вы не делайте это военное До самого последнего момента Я сейчас стою И даже у меня мыслей нету Завтра идти Я под документы К начальнику подойду Если не будут принимать Я там переговорю У меня отношения уже установлены А Тарас Другой человек Совершенно Про него не упоминалось Кто будет звонить Его пересрывает другой Который тоже Никакой роли не имеет И так не делается Мне лучше Как вот сделано оно Я совершенно не отвечаю Но вы только знаете Так не делается Батюшка благословил Тот вариант Который тебе был Вот я жду его Он только сейчас звонил Ну я говорю Благослови Тогда будем делать Ну и с Богом Там ничего этого не было И не может быть Они это закулисно делают И делают Ничего Вперед они не смотрят У них этого Таланта нету Они Сделать на поперек Он мог бы спросить Кто послал Позвонил Николаю Сказать Я думаю и так А может быть Игорь уже наказан Ну куда-то нет На поперек Для них это Подвозьми Подержи Говори Нету А что хотели Кто вы такие Нету ее здесь Она в больнице где-то Давайте Полюс А где вы Где вы находитесь Красноарезки 111 Да А куда обратиться Какой кабинет Номер кабинета Нету Ну хорошо Я скажу По красноармейски Ну ладно Ну все хорошо До свидания Надежда Васильевна Заказала полис Уже несколько лет прошло Ну ты и понял что я говорю Батюшке скажешь так Ну все Игнатих С Богом Все Давай Да Ну все Пошел Пасхи-то подготовились Все Подготавливаемся Слава Христу Не буду провожать Ничего Нет Ничего Все Во славу Божию Ну вот и все Слава Богу Сейчас я покажу Игорь Пойдет Через решетку Пошел Вот теперь я теперь Свободен А у меня назад Рожа Перелома на все было Как они сделали Вот такая вот история Вот он Это посылки из Томска Батюшке прислали Что-то тут он все обеды устраивает Что-то бежит Куда бежит Пока непонятно Наверное в туалет побежим Ну все понятно Знаете вот как Все уже договорились Все Но Господь освобождает от этого Не терять время А то надо к девяти Там часа два Еще простоиши Любой вариант Я принимаю Как лучший Но он не лучший А мне так лег Я Бога благодарю Я ничего не сделал Менять не менял То что батюшка Делала Именно вот так Ну я ему сообщу Сейчас Переходят с одного места на другое Вот так Игорь Александрович Барабаш Старостя Поселка Потеряевка У него все друзья Все Он еще В прошедшем году Дочку Машу Марию Выдал замуж Мы с ним Теперь за моего племянника Родного племянника Марка Мария Мар Мария Три буквы первые сходятся Вот так Благослови господи Игоря А жена его Ирина Анатольевна Она как старший учитель Ну вроде завучи Тут тоже что-то Непонятно Говорили Корченский филиал Потеряевки А потом узнают Все эти годы Никакого филиала не было А счислили Что в Корченой Просто непосредственно В Корченой С чем это связано Ну что-то там как-то А потеряевки Тут они Чуть не все На пятерке Ребятишек там мало Да и учителя хорошие Может быть Это как-то Влиялось Что-то Ну интересно Мы ссылаемся Нас предупредили Оказывается Нет никакого филиала Вот он вылазит Куда пойдет Сейчас увидим Вот он пошел По промышленной улице Повернет и кверху Все Слава Боже Повернет и кверху